ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чем занимается ваша организация? У нас есть несколько основных направлений нашей организации под названием информационно-координационный центр. Первое. Мы занимаемся героизацией наших военных. Да, есть у нас проекты, которые мы реализуем. Это выставки, это книги, это проекты, может, вы видели в Житомире, лица наших героев, лица мира можно увидеть на 30 остановках автотранспорта. И мы продолжаем, есть запрос на такие проекты. Еще одним направлением это работа в Верховной Раде. Мы создали экспертную группу числа волонтеров и работаем над законопроектами, продвигаем их, так сказать. Эти законопроекты, они направлены на социальную защиту наших военных и ветеранов, в том числе, а также вообще на усиление обороноздатности нашего государства. Вот. И сейчас очень серьезное направление — это направление социализации, ресоциализации ветеранов. Очень широкий спектр направлений у вас. А кто ваши коллеги, сотрудники, специалисты? Расскажите о своей команде. Вы знаете, команда у нас очень сильная. Во-первых, по специальности это люди абсолютно разные. И вы знаете, это люди, которые встретились, работая на войне. Это волонтеры. Теперь мы еще привлекаем ветеранов, волонтерские организации на местах, как, например, по нашему проекту «Дом ветеранов в Житомире». Но в общей степени это люди, которые имеют свою работу, свой заработок, но на волонтерских началах занимаются таким важным делом. Ну вот давайте поговорим по поводу социализации ветеранов. Без чего она невозможна? Ну, во-первых, она невозможна без формирования государственной политики касательно социализации. Это первое. Второе, что считает наша команда, это изменение подхода к формированию этой политики. Мы должны видеть в ветеранах не проблему, а тех людей, которые могут и имеют все для этого требующее, для изменений в стране. А вот люди, которые вернулись с фронта, с какими проблемами они сталкиваются в мирной жизни? И самое главное, кто и как им помогает? Вы знаете, люди, которые возвращаются с войны, мы должны видеть их не только как тех, кто пришел с определенными какими-то психологическими либо физическими проблемами. Безусловно, а медицинская и психологическая реабилитация очень важна. Мы должны также видеть в этих людях тех, кому нужно помочь стать полноценным членом нашего общества, вернуться к абсолютно нормальной мирной жизни и приносить деньги в бюджет, кормить семью, получить новое, возможно, образование, новую профессию, заняться любимым делом. А кто помогает? Вы знаете, на сегодняшний день, когда мы проводили определенный аудит тех ведомств, которые занимаются ветеранами, а наша команда работает в проектном офисе по созданию министерства ветеранов в Украине, вы знаете, уже принято решение на уровне Верховной Рады и Кабинета министров. И когда наша команда проводила аудит, изучала этот вопрос, то оказывается, вопросами ветеранов занимаются более 30 ведомств в Украине. И там сумасшедшая какая-то система, которая требует на сегодняшний день оптимизации, это 100%, изменения к подходам, это тоже, это то, о чем мы говорили, мы должны видеть ветерана не как проблему, а как возможность к каким-то очень быстрым прогрессивным изменениям в нашей стране. Ну и плюс мы должны понимать, что работа с ветеранами, либо политика формирования социализации ветеранов, она направлена не только на ветеранов. Мы должны понимать, что мы должны работать с обществом, которое на сегодняшний день не готово видеть ветеранов такими, как они есть. Мы должны работать с семьями обязательно, для того, чтобы они успешно могли возвращаться к нормальной жизни. Поэтому это более широкий круг аудитории, на кого должна быть направлена эта государственная политика. Да, вот вы также писали, что не только ветеранам нужна помощь, но и общество нужно готовить к новым реалиям, о чем вы сейчас сказали. А какими должны быть эти процессы, чтобы они взаимодействовали, то есть ветераны АТО вместе с обществом? Ну, смотрите, во-первых, когда мы говорим о том же Министерстве ветеранов в будущем, да, во-первых, это яркий пример сегодняшнего взаимодействия общества с государственными институциями по формированию какого-то ведомства. До этого в Украине такого не было. Этот проектный офис, который работает на общественных началах, на базе организации «Юридическая сотня», всем известная, да, это такой яркий пример чего-то нового по формированию ведомства. Вот, мы говорим о том, что с обществом, общество нужно готовить к тому, что вот этот человек, который возвращается с войны, это не герои, которые мы все, безусловно, они герои, они защищают нашу страну. Это человек с определенными проблемами, с определенными потребностями в помощи для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. И общество должно это воспринимать абсолютно нормально. А есть какой-то план, программа, чтобы общество было к этому готово? Я могу для примера вам навести пилотный проект нашего фонда «Дом ветерана» в Житомире. Мы подписали меморандум с местной властью Житомира, Житомирской области, о том, что мы откроем на базе реабилитационного центра, там, где ветераны будут проходить медицинскую, психологическую реабилитацию, ветеранский дом, дом ветерана. Это такое пространство, там, где ветераны смогут просто поговорить, куда они смогут прийти с детьми и с семьей, где специально наученные психологи будут работать с женами ветеранов, то есть учить их, как воспринимать этого человека, который там воевал в течение нескольких лет на войне, где, возможно, будут собираться общественники и общественные организации, которые занимаются вопросами ветеранов. Такого рода хаб создать для того, чтобы готовить общество, не только ветеранов, до возвращения этих людей. Это вы говорите о пилотном проекте в Житомире. А вот какие социальные проекты уже реализованы для ресоциализации ветеранов? Ну, я знаю, что центры помощи ветеранов работают еще с 2015 года при каждой облгосадминистрации. Это было внедрено по указу президента, насколько мне известно. Вот мы тоже сейчас с ними будем работать на территории разных областей, потому что вот этот наш пилотный проект, он имеет цель отработать какую-то типовую модель, такого адаптационного механизма для социализации ветеранов и потом внедрять в каждой области. Смотрите, ярким примером той же социализации и частью социализации есть профориентация и трудоустройство ветерана. Допустим, 25 мая в Киеве мы проведем фестиваль вакансий для ветеранов. Это будет в музее Киевской фортеции. Вы знаете, мы, когда запустили информационную кампанию, к нам обратилось множество работодателей, которые хотят видеть ветерана у себя в качестве работника, потому что этот человек, который получил, кроме тех навыков, которые у него были в мирной жизни, навыки и способности в экстремальных условиях, этот человек принимает быстрые решения, этот человек может адекватно себя вести в какой-то мега-кризисной ситуации. Поэтому работодатели с радостью хотят их брать на работу. Вы буквально недавно были на международном форуме, где была главная тема — это ресоциализация ветеранов. Там же были и международные участники этого форума. Какой международный опыт Украина может перенять или какой опыт обсуждался на этом форуме для того, чтобы ветераны все-таки вернулись в мирную жизнь? Смотрите, опыт обсуждался разных стран Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Канады, Хорватии, то есть там, где уже существуют определенные модели работы с ветеранами. В этот проектный офис, который наработал свои предложения уже комитету Верховной Рады по делам ветеранов на основании и вследствие этой конференции с участием партнеров, которые приезжали на этот международный форум, предлагает модель такого проамериканского типа Министерства по делам ветеранов, которое существует. Расскажите поподробнее. Там несколько основных направлений. Это медицинское обслуживание, это реабилитация, вопрос реабилитации, это вопрос обязательно мемориалов военных кладбищ, то есть момент вот такой работы, которая у нас на сегодняшний день пока в государстве отсутствует. Это обязательно момент формирования образа ветеранов в средствах массовой информации и в СМИ, этим тоже сейчас, к сожалению, никто не занимается. У нас есть масса ярких, хороших примеров, как ветераны развиваются, как они открывают свой бизнес, как они уже самостоятельно работают с теми же, кто там переехал с Донбасса сначала. А можете привести несколько примеров конкретных людей, которые вот вошли в социум отлично, просто и успешно? Ну, смотрите, тот же Леонид Остальцев, да, владелец ветерана пицца. Вы знаете, что он уже открыл ветеранское кафе. Тот же Александр Мачиш, да, который, приехав с войны, открыл производство нижнего белья, которое там мега приспособлено для военных, ветерана кофе. Те же ребята, они сейчас по всей Украине проводят тренинги. Андрей Казинчук, психолог, он военный психолог, который вернулся к мирной жизни. Он сейчас обучает вопросам стрессостойкости полицейских будущих, например, да. Есть целая ветерана групп, это группа ветеранского бизнеса, которая всегда представлена на всевозможных ярмарках, всевозможных наших фестивалях, которые делают, продают кофе, мороженое, занимаются тату, я не знаю, такси, пицца, ну все что угодно. Эти ребята молодцы, это яркий пример того, какой ветеран должен быть. Он не должен лежать на диване и ждать какой-то льготы, либо земли от государства, нет. Вот как раз по поводу льгот. В одном из последних интервью вы сообщили о том, что вы против льгот. Почему? Это не совсем так. Я не против льгот. Я против того, что государство не должно рассматривать ветерана как человека, которому оно обязано какой-то льготой. Нет. Государство должно разрабатывать политику, как дать возможность этому человеку развиваться, вернуться к нормальной жизни. Вот министерство ветеранов будет этим заниматься? Да. Если оно будет успешно запущено, да. Вот по поводу также министерства ветеранов. Кто будет входить в это министерство? Будут ли ходить туда ветераны АТО? Вы знаете, да. Было заявлено, что по американскому опыту в этом министерстве должны работать не меньше 30% ветеранов. И мы даже руководство страны и как бы на уровне Верховной Рады спросили, а как вы можете помочь этим ветеранам подготовиться к конкурсу на государственную службу? Потому что вы же понимаете, у нас было 6 волн мобилизации. Это обычные люди, это социум, который пошел воевать, да. И они вернулись, у них нет навычек госслужащих. Вот. Поэтому очень огромное спасибо нашим чиновникам, которые прислушались к нашим советам, к общественникам. И я знаю, что уже сегодня разрабатывается программа обучения на базе Академии до управления при президенте Украины, которая рассчитана именно для ветеранов, для подготовки их для конкурса на госслужбу в этом министерстве. Оксана, огромное спасибо за то, что нашли время и пришли к нам в студию. Напомню, что гостью программы «Лицом к лицу» была глава правления информационно-координационного центра экс-глава пресс-службы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк. Меня зовут Тимофей Львутин. До встречи на телеканале ЮЭТВ.